всем привет мои хорошие предлагаю тему он и его намерения все что связано с его пожеланиями желаниями и намерениями вашу сторону сегодня давайте посмотрим в общей позиции это будет таро черный гримуар как раз возьму на его намерение и сигнификация будет на таро черное на золоте классический ой но в такой интересной даже не прорисовки в таком интересном дизайне итак внимательно слушаем сигнификацию если резонирует смотрим дальше если нет значит сегодня не ваша позиция но даже в общих раскладах вы всегда сможете найти что-то свое кто-то находит полностью кто-то в деталях вот поэтому смотрим и так мужчина здесь сейчас решается какой-то важный вопрос и формальный вопрос это либо по работе либо это документы что-то здесь в его жизни приостанавливается здесь что-то уходит но здесь мужчина оптимизма не теряет да и женщина здесь что интересно вы сейчас повернуты в разные стороны друг от друга но при этом каждый в свою жизнь смотрит смело и оптимистично женщина научилась принимать решения здесь женщина научилась действовать как-то жестко бескомпромиссно и и сейчас тот момент что если я делаю шаг в свою какую-то жизнь на в свою какую-то другую сферу жизни значит я иду не оборачиваясь и здесь может быть так что вы сейчас уходите от мужчины там из отношений например да и мужчина готов в своей жизни что-то поменять параллельно чтобы его жизнь выстроилась не знаю почему здесь та карта показывает и как это проиграется в каждой ситуации но вы с переменами в жизни мужчины безусловно здесь связаны сыграли какую-то роль ну например здесь мужчина не стремился ни к чему хорошему в своей жизни работал на работе которая ну такая ни то ни сё не напрягался вдруг вы сказали пока ты допустим не устроишься на хорошую работу меня рядом с тобой не будет да и вы все занимаете своей жизни пошли походкой от бедра и мужчина что да точно в моей жизни надо что-то меня действительно события которые происходят для него это какой-то оптимистический оптимистичный взгляд в будущее но по-другому не получится выбраться из застоя выбраться из болота когда ты сидишь ничего не делаешь не получится мужчина четко осознал то чтобы в жизни были какие-то перспективы какие-то возможности я должен что-то меня здесь также момент чтобы мужчина прошел какой-то свой урок может быть не кармически да а просто важный судьбоносный или важный жизненный урок и понял откровение что пока ты бездействуешь ничего не происходит но стоит тебе захотеть стоит тебе наконец-то взять ситуацию в свои руки и вот она да и будущее вот перед ним какое-то обозримое он сейчас видит все свои возможности он сейчас понимает что он может делать конечно вы здесь можете быть мужем и женой которые решают какой-то здесь формальный вопрос до покупка квартиры и вы сказали все да и помогать я тебе не буду давай сам занимайся документами ты у меня там молодец голова на месте и и мужчина четко оформляет им документы занимаясь этими делами понимает что вот она да новая квартира мы там будем жить и такой момент здесь тоже может быть но самое главное что здесь происходит вы здесь отказываетесь участвовать и помогать данному мужчине даже если вы очень хорошо здесь плотно общаетесь как-то вы здесь отошли в сторону чтобы заняться чем-то важным для себя мужчина для будущего старается вот что-то важное здесь провернуть да что-то важное здесь сделать оформить ну кого-то здесь можно поздравить даже с приобретением крупного я имею ввиду мужчину потому что здесь сделка здесь оформление документов противном случае здесь у мужчины могут проходить бракоразводные процессы дележка имущества и так далее да здесь это тоже может быть может быть здесь и ваш ситуация да вы сейчас с этим мужчиной разводитесь да и вы говорите все да я занимаюсь теперь своей жизнью тебя в моей жизни нет и вот мужчина здесь сейчас бегает с документами даже если это документы касаются только его но вы даже за него документы здесь не собираете и такой здесь момент поэтому смотрите у каждого ситуация здесь своя я примерно набросала несколько таких вот зарисовок под которых вы уже дальше будете сами всю картину свою раскрашивать сам мужчина давайте посмотрим на него вот сам мужчина кто он что он девочки то что с ним сейчас происходит это для него огромный прорыв по большому счету потому что мужчина напрягаться не любит мужчина что-то делать не любит нагружать себя перенапрягаться это не его стихия это что он здесь сдвинулся с места понимая что иначе будет или хуже или вот такое болото вот как сейчас меня ждет и я с этим не согласен то ситуация когда куколка наконец-то начинает превращаться в бабочку от того что она сама к этому подошла до пришел срок она созрела ваш мужчина здесь вот переходит на какую-то новую ступень своего внутреннего эмоционального развития и выявить вы являлись провокатором для этого помощником для этого катализатором он вам тоже здесь может сказать большое спасибо человек по сути чтобы его попросить что-то сделать или добиться с ним вы действительно нужно бороться ему нужно рассказывать ему нужно объяснять ему нужно плода того что помогать вот тяжелый на подъем но это человек который в принципе не любит каких-то сюрпризов которые не любит перемен в своей жизни и тем более да человек который не любит перемен своей жизни он и не будет стараться своими собственными руками что-то для этого сделать и поэтому чтобы добиться от этого человека что-то действительно его нужно вот распинать возможно от него получить какие-то результаты но это нужно постараться и здесь если вы хотите чтобы этот мужчина что-то сделал да вам нужно приложить усилия и вы в свое время здесь приложили тоже немало усилий для того чтобы что-то с ним здесь девочки происходило даже если этот мужчина меняет одну работу на другую поверьте не без вашего участия пусть даже это участие было сугубо такое номинальное да это ваши слова где-то намеки это ваша там не знаю тайная работа чтобы ему позвонил какой-то ваш знакомый и пригласил к себе на работу то есть вашу роль здесь уменьшить никак нельзя но если мужчина не был бы готов или если вы не постарались то того что происходит с ним здесь не было бы он конечно может вам потом однажды сказать это из-за тебя да если вдруг что-то не получится да где-то накосячит потому что как я люблю говорить всегда кто-то должен быть виноват может сказать но для него вот эти перемены на благо он действительно переходит с одного с одной ступени на другую на более высокую слава богу ниже не спускается ну такой вот смотрите да я таких мужчин девочки назвал мужчина недвижимость сложный характер который не любит меняться который не любит в жизни в своей вот что-то обновлять который такой знаете вот какой-то вот домострой а все живут так и я буду жить так я не хочу там подвергаться каким-то ну чего чьим-то да вот пинкам чтобы что-то я должен сделать там потому что кому-то это нравится я такой здесь мужчина вам может очень часто повторять одну и ту ту же фразу а я такой пойми я такой дом или прими меня таким какой я есть ну тут действительно да здесь ничего не поделаешь тем что какой он есть и вот наблюдая вот такую вот неспешную мужскую личность которая не хочет что-то в своей жизни меня и видя что сейчас какое-то событие которое происходит и он является участником не сопротивляется как как минимум то это действительно огромное достижение и для мужчины и для вас скорее всего кто-то из вас сейчас вздохнул с облегчением сказав ну наконец-то а еще мужчина здесь прижимистый еще мужчина здесь жадноват но опять же здесь до чтобы не лишаться привычного окружения вокруг себя или привычных декораций он не любит делиться и если у него я не знаю в кошельке 100 условных единиц любых то он хочет чтобы эти 100 условные единицы так и были не тронуты и поэтому попросить у него подарить до купи мне что-то подари мне что-то либо самому до дойти до мысли чтобы поделиться вот этими 100 условными единицами это очень сложно поэтому если этот мужчина делает вам подарки поверьте это такая сделка вот собственной личностью это такой шаг какой-то да и это для него некий даже подвиг этот мужчина может быть щедрым но девочки а то что происходит у него внутри когда он создает иллюзию щедрости это а ее никому не позавидуешь до договорить уговорить себя обмануть себя чтоб это так надо потому что это вот природное прижиме стать жадность так все моё 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 мне 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 знаете вот плюшкин есть такой герой классического произведения вот он чем-то напоминает у него годами могут лежать там не за какие-то болтики винтики которые он собирает он ими не пользуется но если сказать но выброси ты этим не пользуешь он всегда вам скажу вдруг пригодится ты что такой вот накопитель еще он 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 человек однажды разочаровавшийся в любви человек которого или предали или сделали очень больно ну предали соответственно равно до знак равенцев очень больно но здесь может быть безответная любовь когда он горячо и искренне любил а ему не ответили взаимностью поэтому здесь мужчина старается особо не внедряться в отношении женщины эмоционально здесь мужчина который будет держать эмоции в отношении женщины под контролем голову потерять это сейчас не про него вот поэтому здесь может быть найти девочки даже и медлительность если я буду бежать к ней на встречу если мы будем часто встречаться да я голову потеряю и все я уже буду не тем на вот кем я являюсь может быть и с этим связано но товарищ который говорит что любовь любовью а руководствоваться нужно разумом да или выгодами этот человек расчетливый как ни крути то что он делает либо он не делает это и его собственный расчет не потому что так складываются обстоятельства или кто-то его вынудил а потому что это он дает разрешение дает добро если этот мужчина чего-то не захочет никакая сила его не может сдвинуть с места даже если удастся немножечко подвинуть он все равно вернется в исходную точку он любит принимать решение самостоятельно и повлиять невозможно да можно попытаться сманипулировать да вот создать искусственную ситуацию что если вы допустим от него уйдете то я его жизнь будет ну иметь не очень хороший оттенок чтобы он как-то расшевелился можно но поймите в заставить его вот прыгать под вашу дудочку да или выполнять любые ваши желания этого мужчину невозможно он будет сам решать он будет сам думать и конечно если этот мужчина мужчина кавычках недвижимость будет что-то делать то он будет переть как танк потому что и я вижу цель и эта цель мне нужна я к ней сделал шаг значит я до нее дойду это такой некий рыцарь пентакли в колоде таро которая очень медленная карта но это та карта которая доходит до результата пусть неспешным шагом пусть медленно но этот рыцарь всегда видит свою дорогу и он всегда может обойти препятствия поэтому до своего результата доходит так и туда вот мужчина неспешный мужчина не торопливый он может в работе быть как пчелка да вот туда-сюда до работы связано с подвижностью но все что касается жизненных решений все что касается важных для него решений вот тут он торопиться никуда не будет это вот 7 раз отмерит потом еще раз 7 раз отмерит прежде чем отрезать хорошо подумает взвесит проанализирует попробует переложить в будущее на вот пофантазировать представить чем ему аукнется это такое знаете вот человек который любит гарантии не уверенно не обгоняй и он точно так же если я не уверен я действовать не буду если я не хочу так тем более опять же вот его вот эта жизненная позиция я не тороплюсь да и я осторожно выбираю свой путь связано с тем что тоже были какие-то жизненные перипетии где он ай попробую да ай рискну ай там сделаю и это аукалос ему не совсем таким добрым результатом здесь мужчина вот первый момент в любви на вот здесь пострадавший а второй момент что из-за своей какой-то неосторожности из-за своей недальновидности за своей какой-то я и тут я и и там я и сям а имел своей жизни проблемы вот поэтому теперь вот чтобы что-то сделать дай и занести ногу чтобы сделать шаг мужчина как в замедленной съемки будет это делать и если он наступит на какую-то дорогу то это значит он уже уверен что ему это надо и он это доведет дело до конца но я думаю про личность мужчины здесь будет достаточно сигнификация была небольшая здесь хочется немножечко больше поставить намерений его намерение как на ладони давайте посмотрим его намерение в отношении вас конечно же в отношении вас здесь растоптать все что есть и попробовать что-то новое и это может касаться двух моментов девочки первый здесь момент так как позиция общая тоже смотрите первый момент закончить отношения с вами и вообще уйти к новым берегам жить одному например или пробовать отношения с другой женщиной этом с другими женщинами но перед этим живут сжечь все дотла и сжечь все мосты до второй момент здесь закончить ваши отношения вот на данном этапе в том виде в котором они есть вот основательно и продолжить но уже в другом ракурсе но как это бывает допустим вы просто два человека свободных мужчина и женщина и вот прекратите вот эти вот встречи свидания как у подростков и уже отправиться в новые берега под названием наша совместная жизнь и наша семья точно так же да ваши отношения например носят характера что мы это всех скрываемся там или у нас какой-то рабочий роман у нас отношения которые мы не хотим афишировать и тут все да с этим надо закончить и уже наконец-то всем сообщить чтобы наше отношение приобрели иной статус девочки для кого-то здесь действительно закончить отношения и расстаться уже каждый в свою собственную сторону и если мы говорим вот внутренняя готовность и есть ли до внутренняя готовность здесь есть потому что у мужчины здесь действительно какая-то грандиозная сейчас такая вот жизненная полоса когда он может наконец-то принять те решения которые потом в дальнейшем на перспективу на ближайшие несколько лет будут гарантированы так что здесь ошибиться ему нельзя ошибиться ему нельзя еще намерение девочки не терять вас из виду даже если мужчина год мы расстаемся мы разные нам не по пути но он хочет чтобы остались какие-то ниточки связи например страница в соцсетях который он знает что это ваша номер телефона который вы не поменяете какой-то мессенджер я не знаю там skype там ватсап и так далее потому что для него вот даже если речь идет о расставании он понимает что это нужно на данный момент а вот что будет в будущем пока еще не ясно а вдруг вы в будущем нужны будете друг друга он поймет что на данный период времени дан там на ближайший год два-три ему нужно быть без вас а потом так скрутят жизненные обстоятельства что вы ему будете необходимы и вот это вот ниточка связи у него должна быть если же мы здесь говорим что мужчина вы с ним мы собираетесь строить отношения и уверен ли мужчина что он с вами готов на долгие долгие годы тут я хочу сказать так вот на ближайшие там несколько лет до но мужчина для себя не уверен что вы с ним сможете долгие долгие годы быть рука об руку то есть два таких момента да если вы с ним сейчас не общаетесь или вы расстались либо расстаетесь то мужчина хотел бы да вот при любой возможностью когда вдруг то как-то с вами связаться вот ниточку чтобы вы не терялись из виду если вы наоборот создаете здесь отношения то не просите этого мужчины там я не знаю клятвы и там подпись кровью что он обязуется быть с вами там до конца ваших дней вот в этом он не уверен он четко понимает что в жизни все может быть и обстоятельства могут сложиться самым разнообразным образом поэтому никто не дает гарантии что если мы расстались то это навсегда или если мы создали семью или мы вместе что это тоже навсегда всякие фатальные моменты здесь мужчина тоже имеет в виду вообще этот мужчина верит в судьбу и этот мужчина верит в что-то такое что может вершить судьбы людей я всегда склоняюсь к той мысли что жизнь человека она в его собственных руках и конечно есть кармические уроки да есть другие важные уроки жизненные для нас но по большому счету все равно мы принимаем решение мы действуем так как чувствуем да как мы хотим а все остальное параллель параллельно вплетается в нашу жизненную стратегию но здесь вот мужчина фаталист чуть не сказал мужик не знаю почему но может быть он брутально выглядит да там не знаю ли он с бородой да вот прямо настоящий мужик что здесь нет никаких гарантий что в этой жизни все будет хорошо нет никаких гарантий да что судьба благосклонна вот он здесь себе верит судьбу он верит в какое-то не знаю предназначение каждого человека в этой жизни что человек проходит каждый свой жизненный путь так что вот на его какие-то умозаключения там или его жизненную философию над ним смеяться нельзя потому что ему это очень важно и девочки вот для тех кто здесь вот бывших партнеров которые мужья для себя четко знаете у него нет уверенности что вы развелись и больше вы никогда вместе не сойдетесь для него вот есть форс-мажорный момент в любой ситуации его намерения в отношении вас еще какие еще вот видите ниточки связи ниточки связи он кстати хотел бы знать как вы живете он хотел бы знать чем вы занимаетесь с кем вы встречаетесь где работаете сколько зарабатываете и что происходит в вашей жизни даже если вы не вместе если вы с этим мужчиной вместе для себя понимаете что этот мужчина любит чтобы вы посвящали его даже в мельчайшие подробности своей жизни которые кажутся пустяком каким-то который кажется ну зачем тебе это знать поверьте ему важно это такой человек вот жадина до который любит вот все 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 даже то что казалось бы не нужно и важно нет а мне это надо а мне это нужно мне это важно поэтому здесь мужчина будет всячески стараться узнать о вашей жизни максимально все то что ему получится узнать и если вы намереваете с этим мужчиной продолжать отношения для тех кто в отношении четко понимаете что если вы что-то утаите такое что ему покажется важным и он об этом узнает у вас будут с ним разборки и этот мужчина потом будет проверять вас там или следить са еще более вот какой-то вот настойчивостью такой вот который может показаться нездоровый собственник очень большой собственник поэтому ваши мысли ваши чувства не знаю ваши поступки это все должно быть ему доступно вся моя безостатка здесь мужчина девочки даже я говорю если вы на расстоянии он хочет знать подробности вашей жизни вот все что с вами связано вплоть до того вот какого цвета белье сегодня на вас да или как вы сегодня одеты а покажи я хочу посмотреть такой вот собственник да еще его намерение для тех кто не вместе очень хотел бы допуска к телу он очень сильно скучает для тех кто вместе здесь мужчина действительно вами горит и хотел бы с вами вот как только появляется возможность вот к вам да рядом с вами скучает скучает особенно если вы здесь не вместе да ну хотя бы просто допусти меня к телу вот хотя бы я не могу здесь я скучаю даже если вы скажете что он ведет себя холодно да он какой-то безразличный как айсберг в океане и я не верю что этот мужчина там что-то хочет девочки он может вести себя как угодно и визуально создавать абсолютно любой фасад для себя и это ровно то что вы должны видеть но то что творится в душе вы не узнаете и поэтому делать выводы по каким-то его поступкам действиям или делать выводы о его чувствах это неправильно вы же тоже например обижены на мужчину и вы ему там не пишите не звоните и при друзьях там как нибудь говорите да пошел он уже ничего от него не хочу а в душе страдаете а в душе ждете что вот он поменяется или изменится он приедет напишет я его послушаю и мечтаете да о том что мужчина стал другим но ваши чувства ваши ожидания не позволяют же вам писать ему там вы можете грозные там с эти самые статусы выставляя да с намеком на то что ты все разочаровал меня и больше мне не нужен там или все там нету чувства и давно и там и вообще их не было и мужчина это прочитает по-своему но в душе то у вас совсем другое также и у мужчин то что они нам демонстрируют визуально это то что мы должны видеть или то что они позволяют нам увидеть поэтому не горячитесь говоря что не любит и не любил никогда что он хотел бы от вас прямо сейчас чтобы вы стали добрые ласковые покорные чтобы вы сменили гнев на милость чтобы вы из холодной и кстати тут королева мечей и тут королева мечей на вопросы адресованные вам вы для него слишком строго и слишком холодная или слишком расчетливая прямолинейная злая опасная коварная алчная как хотите да все что связал связано с холодом королевы мечей и он хотел бы вот прямо сейчас от вас чтобы вы стали добрый чтобы вы стали нежная ласковая напиться у источника чтобы это королева была холодной с кем угодно а ему показала то какая она нежная какая она ласковая и какая она вот тот вот святой источник который в жаден в жаркий знойный день его помогает найти спасение на утолить жажду что он хочет от вас прямо сейчас чтобы откинуть все проблемы и препятствия ваших отношениях чтобы они не имели никакого значения чтобы это были номинальные такие позиции на которой вы были бы закрыты глаза ну конечно здесь видите это вами чтобы закрыты глаза чтобы его не терроризировали чтобы не пытались его контролировать вы не пытались его ограничивать чтобы когда у него возникло желание до у него был доступ к вам и чтобы не спрашивали а почему когда а когда ты напишешь ли вы куда то еще и почему ты не писал он хотел чтобы каждый ваш контакт с ним состоялся, и чтобы это было по взаимному согласию, и при этом, чтобы не было претензий взаимных друг к другу. Хотя здесь, видите, как не может быть претензий взаимных друг к другу? Надо отдавать себе отчет о том, что мужчина собственник. И вы ему в любом случае, вот какой-то мини-отчет о своей жизни, о пройденном дне, там, месяце, там, неделе, вы ему предоставить должны будете, и это должны быть чистые голые факты, да, которые можно проверить, либо по запросу запросить, и все это должно быть подтверждено. А от вас, видите, теплоты хочет, больше такой лояльности, чтобы вы растаяли, слишком вы какая-то холодная здесь, там, или слишком строгая, слишком принципиальная, чтобы не давили на него. Он теряется, когда вы что-то строгое говорите, условия какие-то ставите. Он сразу такого маленького мальчика превращается. Ему страшно, да, вот что-то вам порой сказать. Опять же, страшно, потому что вам это может не понравиться. И молчать этот мужчина может, потому что он боится лишний раз что-то сказать, а вдруг, да, это не то, что вы хотите слышать, а вдруг это то, что спровоцирует какую-то дополнительную вашу обиду. Если вы обижаетесь на этого мужчину, он очень хотел бы, чтобы вы перестали обижаться. здесь не говорится речь о поращении, да, здесь говорится речь о том, чтобы все то, что мешало нам в отношениях, чтобы это просто больше не имело значения, да, чтобы мы могли быть в доступе друг для друга, когда появляется возможность, там, желание, силы, настроение и так далее. Самое главное его намерение по отношению к вам, вот прям вот как на ладони, да, вот самое главное намерение, самое важное для него, да, и самое главное, чтобы иметь возможность с вами общаться, чтобы была между вами ниточка связи, вот как здесь и показано, это самое главное его намерение. Он боится вдруг девочки в этой жизни ошибиться в отношении вас, он боится, и он хочет, чтобы у него, это, не помню в какой сказке, дети в лесу, да, были вынуждены пойти в лес, и чтобы вернуться обратно, они разматривали клубок, да, чтобы потом по этой ниточке вернуться обратно. Вот и мужчина, что как бы далеко наши отношения нас не завели, да, друг от друга, например, не развели, мне хочется иметь возможность, да, пусть даже такую маленькую, как ниточка, но вернуться к тебе. И он говорит, я не хочу в один прекрасный момент вдруг с ужасом для себя обнаружить, что он вам вообще в этой жизни не интересен, и он вообще вам не нужен. Хочется ему, чтобы вы тоже где-то в душе оставили для него место, в которое он мог бы вернуться, которое он мог бы занять. Вот это самое важное намерение, да, чтобы вы держали его в своей душе, в своей сердце, и чтобы хоть малейшая ниточка с вами связаться и как-то иметь доступ, да, вот к вам, чтобы у него это было. Вот такой девочке получился расклад, здесь даже больше такое откровение. Я надеюсь, что многие из вас нашли ответы на свои вопросы. Те, кто не нашли, обязательно найдете в следующих раскладах. Расклады я стараюсь делать ежедневно. Не всегда получается, но стараюсь по возможности, времени, сил. Поэтому не сегодня, значит, в другой раз. Ищите свое в каждом раскладе. Не ждите, что каждый расклад будет работать для вас как личный. Да, бывает такое, и бывает прям период. Расклады работают как личный, потом этот период заканчивается. Это тоже логично. Иногда вам нужен отдых от информации, касающейся вас, для того, чтобы вы смогли принять свое собственное решение. Но в каждом раскладе вы можете подчеркнуть что-то свое. Даже взгляд на жизнь, да. Даже какую-то философию. И я надеюсь, что вы пользуетесь, да, вот каждой возможности найти что-то свое. Хоть маленький-маленький пазл для своей картины, которую вы собираете свою собственную. И я надеюсь, что у вас все получается, и у меня получается дать вам то, что нужно вам. Я желаю вам всего самого наилучшего. По традиции я, конечно, желаю вам жить по принципу «вчера мечта, сегодня цель, завтра реальность». Здоровья вам, вашим родным, близким. Всего самого наилучшего. До встречи в новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok